всем добрый день дорогие люди я сейчас бегала в озон забрала вот это вот количество коробок это все для толи и я думаю почему мне не поставить камеру и не снять вам распаковку и заодно не поболтать на какую-нибудь интересную тему тему например балование детей можно ли их разбаловать вот этими вот покупками которые делаются просто так они потому что ребенка день рождения вот давайте порассуждаем я честно говоря не очень успеваю вести свой youtube канал но каждый раз соберусь думаю буду выкладывать обзоры сюда не в инстаграм буду выкладывать распаковки сюда не в инстаграм я образ не очень хорошо понимаю как это все работает мне неловко дублировать контент и сюда и в instagram хотя я понимаю что может быть здесь будут зрители которые которых нет в инстаграме поэтому буду периодически дублировать и буду периодического что-то снимать первое что я заказала для толи это хобби тека мне очень понравилось мир динозавров это раскраска по цифрам по номерам вот смотрите он сейчас полюбил разукрашивать раскрашивать и я хочу попробовать не знаю будет ли это для него слишком сложно но по крайней мере может быть мы вместе сядем например возьмем разворот что-то я буду делать что-то он мне кажется это должно быть очень интересно и вот это очень хорошо готовит руку к письму это очень хорошо прорабатывает усидчивость вот такие вот волшебные раскраски мне очень понравились стоят они 100 рублей мне кажется цена вполне достойная дальше что я заказала ему это будет книга она даже нисколько не столько ему сколько мне эта книга обучения шахмата я выбрала сухина сухина почему потому что я помню когда меня учили играть в шахматы я вот часто слышала эту фамилию сухим 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 и когда я начала выбирать какие-то пособия по шахматам вот увидела сухин и думаю я возьму тем более книга называется шахматы полный курс для детей видите тренажер по правилам игры и развитию логического мышления пока ничего не могу сказать про эту книгу сложно меня не так учили шахматы играть меня учили просто тыкать по доске но в общем должно быть все наглядно судя по отзывам я не знаю скажу вам потом свой отзыв меня заинтриговала вот именно название полный курс то есть от начала и до конца мы должны вот это все пройти дальше здесь уже будет игрушка у меня толя очень заинтересовался волчками инфинити надо причем это так интересно у меня был мальчик на диагностике дошкольник как раз в этом году он идет в школу и я ему давала на диагностике волчок запустить до посмотреть как работает вот этот механизм и я у него спрашиваю ты когда-нибудь волчки запускал потому что у него не получилось сначала вот этот механизм создать закручивание он такой какой какие волчки инфинити надо я так слышала это имя это название а когда он пришел ко мне на диагностику до этого у меня сидел то ли там и он оставил своего топа то и у меня мальчик спрашивал чей этот опыт я говорю это моего сына ему говорю пять с половиной лет и вот он мне советуете своему сыну посмотреть мультик инфинити надо очень классные очень крутые волчки ну я посоветовала и вот мы теперь покупаем эти волчки причем я купила сначала ему бюджетный вариант ему подарил типа больше его я купил бюджетный вариант это ли был прям несказанно счастлив и мы его по очереди запускали и он долго крутился то есть там волчок вы не крутите да сами а вот есть вот такой механизм запускной извиняюсь я еще не профессионал сюда вставляется волчок виде выдергивайте вот эту чеку и волчок долго-долго крутится и поля был счастлив пока он не вынесет волчок во двор не приближали ребята у нас тоже есть волчки у нас еще есть арена и они все вынесли и полин был тут постоянно проигрывал почему потому что он был бюджетный пластиковый за 400 рублей не совсем бюджетный дали волчка а у ребят были вот такие волчки видите у них металлическое атакующее кольцо это очень важно для тех кто не разбирается у кого мальчики вот за счет того что здесь металлическое кольцо атакующие она дольше выдерживает в бою и мы заказали уже ну я думаю что они каждый день у них эти батлы то ли постоянно проигрывает периодически конечно они меняются там волчками но пластиковый волчок страну не выдерживает против вот этих тяжелых металлических плюс здесь еще вот этот атакующий или нет какой-то тоже как это называется что-то там вращение в мультфильме это все описано то есть вот эту насадку вот ее можно менять она может быть еще такой вот более плоской ну и все будет волчок а мы же еще дома хотим играть и мы решили взять еще один волчок это я как будто я себе взяла но естественно то ли расплакался сказал нет это будет мой очень тут просто девочки поэтому я бы за него сражаться с толи вот с этим вот волчком я его сегодня то ли отдам и когда мы начали дома запускать волчки с мужем да там и со мной собственно говоря мы поняли что нам нужна арена для сражений потому что когда мы в комнате запускаем поле находится пробовали тазики различные бассейны обручи ничего не получается поэтому вот арена причем я сначала хотела заказать она я нашла там за 400 рублей она не такая она без ловушек я им показала то ли то ли раскладывался что это не то в общем а вот это арена то она стоит 2000 блин она я нашла на зоне со скидкой за 1600 вот такая арена пластика кстати очень тонкий но что я заметила это кстати что я заметила когда это оригинальная игрушка у нас так и столбиками с машинками со всеми если это оригинальная игрушка а у нее на самом деле очень хороший срок службы они очень долго служит эту арену мальчишки там во дворе они ее и кидают и садятся на нее и она у них летает по всей площадке об асфальт от плитку и с ней ничего то есть бюджетные игрушки есть риск того что будет пластик не такого качества и при первом же падении он просто-напросто треснет да или они про минуты кидают и все с ней порядка и в этом случае мне хотел с вами обсудить такой момент вот такие вот вещи дорогие у меня для меня это дорого реально вот я купила за 1600 вот эту арену и вот этот волчок стоит 900 рублей и у меня так очень долго душила жаба и для меня это очень дорого на самом деле тем более я живу в городе саратов и у нас тут средняя заработная плата это 25 тысяч рублей мы за ипотеку платим 12 и ну это дорого реально но я начала размышлять по этому поводу сначала хотя стать мы подарили тебе на день рождения день рождения него в ноябре и мы начали с мужем думать вот у нас сейчас есть возможность например купить нам и не поехали с толей на отпуск мы не поехали с ним санкт-петербург по семейным обстоятельствам да мы там какие-то поездки отменили еще из-за пандемии и ну вот есть возможность купить почему нужно приурочивать какому-то празднику почему нельзя купить потому что просто ты можешь купить и у тебя есть возможность у меня так работает со мной вот если мне себе что-то надо я думаю нет я должна сначала заслужить вот если я там заработаю а вот может быть я себе в дне рождения а вот может быть на годовщину мы с мужем там планировать что-то купить домикам давай купим себе на годовщину в одну смысле чтобы зачем ждать годовщины если мы можем сейчас это сделать а на годовщину мы просто можем сходить в ресторан вот это вот привычка приурочить какую-то покупку какой-то дате что она дает как-то чтобы обезопасить себя я не знаю давайте поговорим на эту тему по обсуждаем это в комментариях делайте вы так или не делайте я например знаю заселяет за своего ребенка если к 10 ноября у меня до 10 ноября моего сына день рождения если у меня не будет денег к этому моменту на дорогой подарок я не буду себя чувствовать неполноценно я подарю то что я сейчас могу подарить и я не буду за это перед ребенком извиняться я вообще стараюсь темы денег финансового благополучия что-то сбилось меня я стараюсь темы денег никак вас не освещать эмоционально я просто помню как это было у нас в детстве мы жили достаточно бедно и всегда наши родители страдали по этому поводу в том плане что они нагнетали до эмоционально и если вы что-то себе не могли позволить об этом говорилось прям с таким явным сожалением из какой-то даже озлобленностью что нет у меня на это денег хотя я например ребенку объясняю спокойно у меня на это денег нет я на это не заработала когда я ему в чем-то отказываю а я ему очень много в чем отказываю на самом деле потому что естественно детям хочется все и сразу я ему спокойно объясняю я не заработала сейчас на это мы с папой там копим на машину или мы с папой должны заплатить за квартиру но я не говорю о том что это какое-то несчастье от того что у нас пока что только две комнаты или от того что мы должны в банк там какие-то деньги я стараюсь это вот не нагнетать потому что мне кажется важно не сама ситуация а важно отношение к этой ситуации от того что я не могу я не покупаю никогда своему ребенку дорогую одежду потому что это все изнашивается и вообще просто за месяц и за два ребенок может из этого вырасти я покупаю всегда в каких-то бюджетных магазинах единственное что я не покупаю да например какую-то вещь есть на ней написано адидас если это не адидас если у меня нет денег на спортивные костюмы от адидаса я куплю спортивный костюм в детском мире или там спортмастере возьму дэмикс но я не буду покупать какой-нибудь абибос или рибок просто для того чтобы там было это написано когда мне есть возможность купить да и там есть скидка какая-то я возьму но в целом я не покупаю недорогую обувь какой-то очень дорогую покупаю хорошую качественную но недорогую и я за то чтобы просто об этом рассказывать спокойно вот у меня нет денег на то чтобы купить тебе из этом 11 айфон или samsung я считаю это неразумно у тебя есть телефон который тебе достался от папы ты будешь им пользоваться пока он служит тебе и я стараюсь это каким-то ореолом безысходности не окружать что я еще покупала то ли в этом месяце что не показывал я ему купил такую подставку для карандашей могу у него все карандаши фломастеры хранятся вот такой сумочки это неудобно когда это на столе на брать с собой куда-то удобно а вот на столе когда ты сидишь рисуешь постоянно доставать из сумки то есть они либо валяются вот так на столе и он оттуда берет в общем купил я не подставку марвел ему нравится очень марвел и я помнить как-то покупала показывала вам вот эту энциклопедию супергероев я вам ее настоятельно не рекомендую она вообще непонятно на какой возраст создана то есть тут в перемешку непонятно кому обращается автор не только малышу не то ли к ребенку которому уже 10 плюс хотя написано здесь 7 плюс ну какой-то вообще просто дикое сочетание самой разной информации при этом я купила вот эту книгу марвел в фикс прайсе между прочим и вот она потрясающе классные истории про всех героев она очень похожа на то что я покупала мы про человека паука и вот это прям лайк как говорит мой сын очень классная книга и в рамках этого что я хотела показать мы прочитали вот эти книги про детектива хвоста я сейчас заказала еще третью четвертой части нам очень понравилось детектив хвост агентство ага в хвост агентство лапы и хвосты очень легко читается единственное что мне здесь не понравилось но это уже проблемы издательства то что есть от опечатки их достаточно много на такие тоненькие книжки вот прям чуть ли не на каждой странице то буква да не там стоит то что-то слитно написано а не раздельно то есть ну редакторы конечно тут прям схалтурили но это не мешает из нет таких прямо печаток что ты не понимаешь что происходит там либо лишние буквы либо приписка в общем а так книги прям классные интересные мы столе читаем с удовольствием такие легкие детективные истории и еще книга которая покупала я покупала в книжном развале просто увидела на меня заинтересовала про викинга тапи что в ней уникального то что здесь рассказывается история например вот она коротенько и потом написано если ты хочешь чтобы викинг встретился там тогда поверни на 34 страницу если ты хочешь чтобы викинг сделал это тогда на такую-то страницу то есть ты каждый раз можешь читать эту историю по-разному каждый раз тебе задается вопрос а если ты хочешь чтобы тапи отправился за мухами перейди на такую-то страницу если ты хочешь чтобы тапи пошел в самую середину болото перейди сюда очень классный очень интересный самое главное что можно менять вариативность и продлить наслаждение от книги на несколько месяцев вот такие вот у меня покупки пишите что вы думаете по поводу того чтобы покупать какие-то вещи которые выходят из рамки вашего привычного бюджета просто так они в празднике у нас была еще такая причина с мужем что мы вот скоро уезжаем отдыхать и плюс мы еще поедем в деревню что там делать будем сражаться на волчках это очень увлекательно и занимательно и вот мы возьмем поедем на турбазу тут у нас в области и тоже возьмем с собой чтобы было чем заняться в теньке на улице вот всем спасибо за просмотр распаковали с вами все посмотрели и всего добро